Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Весна в хорошее время для того, чтобы провести уборку в саду. Хвойный сад, прекрасное украшение любого участка, также требует ухода. Подломанные веточки, поврежденные веточки, где-то веточки мешают, идут на дорожку. Все это надо обрезать, подрезать и подформовать. Где-то снег повредил, ветер повредил веточки. В процессе ухода за хвойным садом, в весенний период, частенько образуется довольно много растительных отходов. Они плохо компостируются, вот эта хвоя, от туи, от можжевельника, от сосны, от ели, от других хвойных. И поэтому садоводы-огородники частенько ее просто-напросто выбрасывают или сжигают. Однако же, хвоя растений является очень ценным источником биологически активных веществ. Использование настоек различных хвои является многофункциональным. Один из наших рецептов водно-спиртовой настойки хвои вполне заменяет популярный препарат НВ-101. Однако же, существуют и другие рецепты по использованию хвои вот таких декоративных растений. Один из этих рецептов очень хорошо гармонизирует с нашим рецептом мыльно-масляной эмульсии, которую мы широко рекомендуем и многие испытали ее эффективность для борьбы с болезнями и вредителями растений. О принципах работы этого метода мы говорили и уже не раз. И очень хорошим способом усиления действия этой самой эмульсии является приготовление на основе растительного масла настойки хвойных растений. Давайте ее приготовим, поговорим о рецепте и о его использовании. Что ж, рецепт, усиленный рецепт масляно-мыльной эмульсии до безобразия прост. Вам всего-навсего необходимо взять вот такие вот веточки. Я возьму веточки можжевельника казацкого и измельчить их, можно секатором, можно ножницами, можно руками, как хотите. И измельчить, нарезать их полную банку, ну столько, сколько вам это необходимо. Вот эти вот хвоинки все, только не используйте, пожалуйста, хвою тиса. И сможете использовать ель, сосну, различные там, ну, хвойные растения, но не надо использовать тис. И вот всеми вот этими вот остатками хвойных растений полностью-полностью набиваете банку. Для того, чтобы впоследствии настоять ее на растительном масле. Растительное масло вы можете использовать абсолютно любое, даже просроченное, какое хотите. В некоторых рецептах можно, ну, рекомендуется даже использовать минеральное масло. Но все-таки с точки зрения экологии растительное масло является более предпочтительным. Далее вы открываете масло и заливаете вашу хвойную вот эту массу так, чтобы она была полностью-полностью покрыта. Очень важным моментом экстракции является нагревание. Нагреть необходимо примерно до 80-90 градусов. Это очень легко сделать в микроволновке. Накрываете вот эту банку, например, стеклянную блюдцем, там, чем-то еще, ну, что можно ставить в микроволновку, и разогреваете. Признаками разогрева будет помутнение этого масла. И вы увидите, как хвоя изменит свой цвет на такой бурого цвета. Химический состав хвои, летней хвои, весенней хвои, зимней хвои, конечно, очень разный. Но вот сейчас, весенний период, хвоя для приготовления вот такого масла является самой-самой ценной. Дело в том, что вещества, которые в ней содержатся, эфирные масла, не только будут дополнительной защитой против вредителей и болезней, в первую очередь мучнистой росы. Это можно использовать и на смородине, и на винограде, и на розах, и на дельфиниумах, и на флоксах. На всех-все-всех растениях можно это использовать, этот наш состав. Но также этот состав будет привлекать божьих коровок, которые являются хорошей защитой от тлей, дополнительной биологической защитой. Кроме того, что и сам состав неплохо защищает от повреждений тлями, трипсами и другими мелкими насекомыми. Что ж, вот такого рода биологические способы защиты растений являются гораздо более предпочтительными, нежели чем использование химически синтезированных пестицидных препаратов. Многие из таких лайфхаков, рецептов вы найдете вот в этой вот брошюре, книжечке. 33 рецепта на все случаи жизни для садоводов и огородников. Как использовать привычные нам какие-то вещи, отходы, составы для блага сада и огорода. Что ж, я надеюсь, что вы сделаете, обязательно сделаете такую вот масляную настойку на хвое. И будете ее использовать для защиты ваших растений. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok